Размахивали флагами, пели патриотические песни, поддерживали своих. Каждый желающий сегодня мог принести с собой российский триколор. Кто, если не мы, силу покровения? Кто, если не мы, научное мышление? Под трехцветным флагом наш народ защищал отчизну, достигал значительных высот в науке, промышленности и искусстве. И спустя столетия это знамя объединяет всех, для кого долг, патриотизм, справедливость, защита близких превыше всего. Летний день. День 22 августа. Один из национальных праздников нашей страны. День флага России. Флаг – это не просто полотно. Это символ нашего государства. Это его история, его самобытность. И пускай три полоски веют на ветру, вселяя в сердца наших граждан, россиян, светлые надежды. Это в полной мере относится и к нашим военнослужащим, которые сегодня в зоне специальной военной операции не только защищают жителей Донбасса от неонацистов, но и сражаются за будущее России, ее процветание и независимость. Они героически воюют на передовой, помогают восстанавливать инфраструктуру, доставляют гуманитарные грузы. В том числе, благодаря нашим землякам над Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями гордо развивается российский флаг. Наш российский флаг – это символ нашей страны, гордость нашей страны. Этот флаг объединяет всю Россию, а теперь еще и объединяет Донецкую, Луганскую область. И надеюсь, у нашей России будет мирное небо и все будет хорошо. Мы, конечно, поддерживаем этим концертом наших участников СВО и надеемся, что когда-то все это закончится. День государственного флага России для жителей Донбасса – это особый праздник. За право поднять триколор или носить с ним шеврон здесь боролись с весны 2014 года. Многие из них отдали за свои убеждения самое дорогое – жизнь. Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости.